Ютуб-канал аудиокниги о музыке от классики до рока представляет Моторхед. На автопилоте. Леми Киллмистер, Дженнис Гарза. В своей книге Леми Киллмистер рассказывает о невероятном, бросающем вызов путешествии по миру музыки. Он хотел обмануть смерть и не один раз. Пожалуй, самый известный случай произошел в 1980 году, когда его врач сказал. Я не могу сделать тебе переливание крови, потому что обычная кровь тебя просто убьет, и твоя кровь убьет другого человека, потому что это уже другое вещество, настолько токсичное. Но после этого Леми прожил еще три десятилетия, чтобы рассказать без прикрас о прожитой жизни, которая била через край. Часто возмутительные и всегда необузданные истории лидера самой громкой рок-группы в мире. Music Legends and Idols. Леми Киллмистер. Джаннис Горза. White Line Fever. The Autobiography. Ян Киллмистер энд Джаннис Горза, 2002. Издательство АСТ, 2017. Эта книга посвящается Сьюзан Беннетт, которая, возможно, и была той единственной. Предисловие. Леми умер четыре месяца назад, и вот уже неделю я пытаюсь придумать, что написать в этом предисловии. После смерти Леми мне выпала честь много рассказывать о нем, о моем знакомстве с ним, и о том, как сильно он повлиял на мою жизнь. Мне предстояло произнести речь на вечере его памяти, и я, повинуясь чувствам, набросал ее в очень свободной, естественной манере. А теперь мне надо написать что-то более связное, и это нелегкая задача. Перечитав то, что я говорил в тот день, я почувствовал, что уже не смогу лучше выразить свое уважение, восхищение и любовь к Леми. Поэтому я попросил редактора этой замечательной книги позволить мне просто повторить в предисловии те самые слова, вместо того, чтобы переписывать и портить их. Так вот, 34 года назад, в июне 1982, в западном Голливуде, я заблевал сам себя с головы до ног. Важно тут не то, что я блеванул. Увы, тенейджером я блевал частенько. Я находился в номере Лемиа в отеле Sunset Marky. Было 4 часа дня, а вечером ему предстояло играть самый большой концерт американского тура Iron Fist, в котором Моторхед были хедлейнерами. Через 5 часов он должен был выйти на сцену, а пока я с ним выпивал и общался. Неловкий 18-летний сопляк в номере Леми. Вот что было действительно важно. В конце 70-х я часами болтался перед отелем Плаза в Копенгагене, чтобы встретиться с моими любимыми рокерами. Ричи Блэкмар, Ронни Дио, Фил Лайнетт, Робин Трауэр, Пол Стэнли и многие другие. Все они любезно давали автографы, разрешали с собой сфотографироваться, могли 15 секунд поболтать ни о чем вот, собственно, и все. Потом я переехал в Америку, жил в Южной Калифорнии и главной музыкой в моей жизни стали Моторхед. Я буквально дышал каждой их нотой, каждым словом, которое пел Лемя, каждой байкой, которую он рассказывал в интервью. Когда они впервые приехали в Америку, в 1981 году, на разогреве Уоззи, я, конечно, был вне себя от радости и решил всю ту неделю следовать за ними по Калифорнии. Так я за ними и ездил из города в город, туда-сюда по пятой автомагистрали, мальчик-фанат, финальная стадия. Но с ними все было по-другому. В отличие от рок-звезд, которых я подстерегал когда-то в Копенгагене, Моторхед приняли меня с распростертыми объятиями, и в первую очередь сам Лемя. Никакой заносчивости, никакой пустой болтовни, только чтобы от меня отделаться. От меня не требовалось по-быстрому сфоткаться и отвалить. Это было совсем другое отношение, другие правила игры. На первом же концерте меня пригласили в их святая святых, в гримерку, в гастрольный автобус, и где я только не побывал с ними в ту неделю. В отелях, в барах, в придорожных забегаловках. Меня пускали везде. И всегда меня привечали, и чувствовалось, что этим ребятам на меня не наплевать. Лемя был потрясающе радушным, лучший в мире хозяин на вечеринках, он взял меня под крыло и дал мне почувствовать, что я принадлежу к чему-то несоизмеримо большему, чем я сам. Месяц спустя мне пришлось путешествовать дикарем по Англии, я ехал на стадион Порт-Валле, где намечался сборный концерт под названием Heavy Metal Holocaust, и Моторхед были там хедлайнерами. Тем летом у них вышел альбом No Sleep Till Hamasmith, он сразу занял первое место, и они были самой крутой группой в Европе. Все билеты на этот концерт были распроданы, а тут я без билета, ни гроша за душой. Но не прошло и 15 минут, как я уже оказался за сценой в штабе Моторхед, где Лемя снова принял меня с распростертыми объятиями и вспомнил наши подвиги в Калифорнии месячной давности. Это был самый большой концерт того лета в Англии, но у Лемя нашлось время для меня. Перенесемся еще на месяц позже. Лондон, репетиционная база Nomis. Я как-то прознал, что ребята работают там, и направился прямиком к ним, и снова, не веря своему счастью, я в считанные минуты оказался в маленькой комнате, смотрел во все глаза и слушал. А прямо у меня перед носом Лемя, быстрый Эдди и Фил, грязное животное Тейлор, сочиняли песни для альбома Iron Fist. Мы четверо в одной комнате, ебануться можно. Эти события круто изменили мою жизнь, словами этого не описать. Именно поэтому летом 1981 года я захотел играть в группе, создать группу, быть музыкантом, быть частью группы коллектива, быть частью рок-н-рольного бродячего цирка и быть может однажды в свою очередь гостеприимно открыть двери другим неловким, неприкаянным ребятам, которые, надо надеяться, встретятся нам в пути. За свою карьеру я дал несколько тысяч интервью, и всегда называл Лемя и Моторхед своим главным источником вдохновения, нашей музыкой и нашей жизненной позицией мы обязаны им. Именно с них мы лепили свое восприятие мира, свое мировоззрение. Так что спасибо тебе, Лемя, за то, что помог мне стать собой. Спасибо за открытую дверь, за музыку, за бухло, за смех, за байки, за то, что ты никогда не судил меня и дал мне почувствовать себя частью чего-то большего, чем я сам. И еще спасибо тебе за то, что ты никогда не перегибал палку. Ты был рок-звездой ровно в той степени, чтобы быть крутым, и ни каплей больше. И да, спасибо тебе за то, что сфотографировал меня тогда в своем гостиничном номере, в июне 1982 года, заблеванного с головы до ног, и поместил эту фотографию на внутренний разворот своей следующей пластинки. Это величайшая честь, которую ты мог бы мне оказать. Я всегда буду испытывать благодарность за то, что знал тебя, и с гордостью говорить о том, как много ты значил для меня, и как вся твоя жизнь и твоя крутизна вдохновляют меня уже 37 лет. Ларс Ульрих, 25 апреля 2016 года. Пролог. Я родился под Рождество 1945 года, и звали меня тогда Энн Фрейзер Киллмистер, недель на пять раньше срока, и с прекрасными золотистыми волосами, которые, к вящему веселью моей странноватой матери, выпали через пять дней. Ни ногтей, ни бровей, и еще я был ярко пунцового цвета. Мое первое воспоминание, как я кричу. От чего и почему, не знаю. Скорее всего, обыкновенная детская истерика. А может быть, репетиция. Я всегда был молодой до ранней. Отец был не рад. Наверное, можно сказать, что мы с ним друг другу не понравились. Он ушел из семьи через три месяца. Может, все дело в выпавших волосах. Может быть, он решил, что я слишком рано начал ему подражать. В войну отец был капелланом в королевских ВВС, а мать хорошенькой юной библиотекаршей, которая понятия не имела, что священники страшные лицемеры. В смысле, вы учите, что спаситель был сыном жены какого-то бродяги, к тому же девственницы. И духа. И это основа мировой религии. Вот уж не знаю. По-моему, если Иосиф поверил в эту байку, то в яслях ему самое место. В общем, я по отцу не особенно скучал, ведь я его даже не помнил. К тому же мама с бабушкой страшно меня баловали. Я встретился с ним через 25 лет в пиццерии на Эрлс-Корт-Роуд. Похоже, угрызение совести довели его до горячки, и он решил помочь мне. Мы с мамой решили. А вось вытрясем что-нибудь из этого сукина сына. Так что я пошел знакомиться с этой жалкой личностью. Я предвидел, что дело гнилое, и оказался прав. Я сразу его узнал. Правда, он как будто стал меньше. Но ведь и я подрос. Меня встретил сутулый сморчок в очках и с большой плешью. Наверное, для него это была неловкая ситуация, уйти из семьи, которую он вообще-то должен был поддерживать. И затем 25 лет от него ни слуху ни духу, конечно, ему было неловко. Но кому по-настоящему было неловко, так это моей маме. Ей-то пришлось растить меня в одиночку, да еще и бабушку кормить. Он говорит. Я хотел бы помочь тебе с карьерой, наверстать упущенное, ведь я не был тебе хорошим отцом. А? Я ответил. Облегчу тебе задачу. Я играю в рок-группе, и мне нужно кое-какое оборудование, а у меня как раз опять усилитель барахлил. Купи мне усилитель и пару кабинетов, и мы квиты идет. Помолчав, он произнес. Так-так. Очевидно, он не был в восторге от такого плана. Музыкальный бизнес дело ненадежное. Кажется, в свое время он был отличным пианистом. Но его время прошло. Ага, ответил я, знаю, но я этим зарабатываю. Это была неправда, во всяком случае, на тот момент. Я думал оплатить тебе какое-нибудь обучение, вождение, техника продаж. Ты мог бы стать торговым агентом, или он умолк. Теперь уже я был не в восторге. Иди в жопу, сказал я и встал из-за стола. Ему повезло, что нам не успели принести большую пиццу в честь нашей исторической встречи. А то она стала бы его новой шляпой. Я вышел обратно, в безотцовщину. После разговора село Ним улица показалась мне чистой, и это Earl's Court Road. Кстати, о двуличных ублюдках. Мою группу, Motorhead, в 1991 году номинировали на Грэмми. Щедрый подарок от музыкальной индустрии. Так что я сел на самолет. Из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка пешком идти далековато. В кармане у меня была пинта Джек Дэниел С. Помогает протрезветь. Мы элегантно вырулили на залитую солнцем взлетную полосу. Я сделал глоток виски и предался приятным мыслям о том о сём. Тут раздался голос. Дайте мне эту бутылку. Я поднял глаза. Стюардесса, волосы как из бетона и рот жопкой, повторила как попугай. Дайте мне эту бутылку. Уж не знаю, как поступил бы ты, достопочтенный читатель, но я купил эту чертову бутылку и заплатил за нее деньги. Хрен, я ее отдам. Это я ей и сообщил. Ее ответ. Если вы не отдадите мне эту бутылку, я высажу вас из самолета. Становилось интересно, мы были, наверное, пятыми в очереди на взлет. Рейс уже задерживался. Неужели эта тупая сука задержит самолет из-за пинты Джек Дэниел С. Ну и пожалуйста, сказал я. Убирайте меня на хер с самолета, ну или что-то в этом роде. И представьте себе, эта кретинка так и сделала. Ахахахахахахаха. Из-за нее куча народа вылетела еще позже. Они опоздали на пересадку в Нью-Йорке, и все из-за какой-то пинты освежающего янтарного напитка, ну и что. Пошла она на хуй. Ишь, раскомандовалась. А я полетел следующим рейсом, через полтора часа. Торжественный день начинался не очень-то удачно, так он и продолжился. Когда мы добрались до прославленного зала Радио Сити, Дом звезд. Все щеголяли во взятых на прокат смокингах, вылитые пингвины, пытаясь ничем не отличаться от тех самых козлов, которые крадут у них деньги. Я сам смокинги не ношу, это не в моем духе. А швейцарам, по-моему, не понравился мой железный крест. Ну да ладно. Наш первый альбом на лейбле Соня номинировали на Грэмми, и я неразумно полагал, что ребята с лейбла будут этому рады. Но они этого, похоже, вообще не заметили. Мне так ни разу в жизни и не выпало счастье лицезреть Санцеликова Томми Маталу. В тот вечер он был очень занят, вероятно, бегал за Мэрой и Кэрри по ее гримерке. Я скромный человек. Мне вполне было бы достаточно услышать привет или хорошо, что вы работаете с нами, или даже здорово, чувак. Ничего. Не да. В пизду всю. Я пошел на вечеринку лейбла Сир. Другое дело. И потрахался. Так что пошли они все в жопу. Много они о себе понимают. Глава 1. Козерог. Моя жизнь началась в городе Стокон-Трент, в западном Медленде, в Англии. В Стокон-Тренте объединились шесть городков. Самый неприглядный из них, Берслим. Неудивительно, что именно там я и родился. Эти места называют гончарнями, и земли вокруг города были черными от угольного шлака из печей, в которых делали самую разную посуду, в том числе знаменитый веджвудский фаянс. Повсюду, куда ни посмотришь, уродливые кучи шлака, а воздух грязный от печного дыма. Примерно когда мой блудный отец ушел из семьи, мы с мамой и бабушкой переехали в Нью-Касл, Нью-Касл-Андерлайм, неподалеку от Стокон-Трента. Мы жили там, пока мне не исполнилось шесть месяцев, а затем поселились в Мейдли, очень милой деревне поблизости. Напротив нашего дома был большой пруд, практически озеро, в нем жили лебеди. Красиво, но общество там, конечно, неизысканное. Мама тащила на себе всю семью, и ей пришлось трудно. Сперва она устроилась медсестрой к туберкулезникам, кошмарная работа. В те дни это было не лучше терминальной стадии рака, и она, по сути, просто провожала пациентов в последний путь. И она повидала детей, которые там рождались. Бывали по-настоящему ужасные случаи. Туберкулез что-то делает с хромосомами. Мама видела новорожденных с перьями, а у одного была чешуя. В конце концов она оставила это место и работала в библиотеке, а потом некоторое время не работала совсем. Я не очень понимал, как тяжело ей приходится, и решил, что мы как-нибудь да проживем. Потом она работала барменшей, но это уже потом, когда она снова вышла замуж. В школе у меня сразу начались проблемы. Мы с учителями не сошлись во взглядах. Они хотели, чтобы я учился, а я не хотел. В математике был полный ноль, просто черная дыра. Учить меня алгебре было все равно, что разговаривать со мной на суахиле, и я быстро оставил всякие попытки ее понять. Я решил, что все равно не стану математиком, так что какая разница. Я постоянно прогуливал, прямо с первого дня и начал. Мое первое воспоминание о трудной школьной жизни относится к младшим классам. Эта дура хотела учить мальчиков вязанию, должно быть феминистка. Мне было лет семь, так что смысла в этом было ноль. К тому же она была просто зверь, ей нравилось бить детей. Я совершенно не хотел вязать, потому что это для девчонок и слюнтяев. В те дни слюнтяев еще называли слюнтяями. Это теперь они заправляют всей страной. Я сказал ей, что не смогу этим заниматься, и она ударила меня. Тогда я снова сказал, что не смогу этим заниматься, и через некоторое время она прекратила меня бить. Впрочем, если на чистоту, я думаю, что если ударить ребенка за плохой поступок, ему это только пойдет на пользу. Конечно, без причины бить не надо, а только если он что-нибудь натворит. Если ребенок до усрачки боится учителя, он скоро научится вести себя как следует. Мне регулярно доставалось такой специальной математической линейкой в форме молотка, которая висела у классной доски. Учитель заходил тебе за спину и шмяк по затылку. Позже учитель физики бил нас ножкой табурета. Добротная штука, но я ее так и не отведал, потому что преуспевал в физике. Пока не оставил школу по взаимному согласию. Если ты здорово получаешь по уху, так чтобы у тебя еще полчаса в голове звенело, ты больше не будешь заниматься на уроке всяким дерьмом. Ты будешь слушать, что тебе говорят. Так было раньше, но теперь все изменилось. Мне и моим ровесникам это пошло на пользу. Насколько я могу заметить, мы сообразительнее нынешнего молодого поколения. Так вот, когда мне было 10 лет, мама снова вышла замуж. Этого мужика звали Джордж Уиллис, и она познакомилась с ним через своего единственного брата, моего дядю Колина. Кажется, они подружились в армии, я имею в виду Колин и Джордж. Когда-то он был профессиональным футболистом, играл за Болтон Уондерерс, а потом, по собственным словам, своими силами добился успеха в бизнесе и стал хозяином фабрики, изготавливавшей пластиковые подставки под обувь для витрин магазинов. Эта фабрика прогорела через три месяца после свадьбы. Своеобразный был человек. Смешной, обосраться. Его постоянно заметала полиция за то, что он продавал краденые стиральные машины и холодильники прямо из грузовика, но нам он об этом не рассказывал. Он говорил, что едет в командировку. Дорогая, я уезжаю на месяц, и садился в тюрьму на 30 суток. Некоторое время мы ничего об этом не знали, но в конце концов он оказался не таким уж плохим парнем. Он, конечно, привел в семью двух своих детей от предыдущего брака, Патрицию и Тони. Я был самым младшим, и мне все время доставалось от этих бугаев, новых брата с сестрой. Мои отношения с отчимом были непростыми, потому что для матери я был единственным ребенком в семье. Она дралась за меня, как маленький бойцовый петушок, и отчиму приходилось круто. Целью жизни Патриции было работать в казначействе, подумать только. И со временем ее мечты сбылись. Тони живет в Австралии, в Мельбурне, у него своя фирма, он занимается пластиком. Я представить себе не мог, что пластик это наследственное. Он 10 лет служил в торговом флоте, и почти 20 лет не писал нам. Отчим думал, что он умер. После свадьбы мамы с отчимом, мы переехали в его дом в Бен-Лехе, курортном городке на острове Англси-Вуэльсе. Тогда меня и прозвали Лемя, видимо, это что-то валийское. Я попал в очень плохую школу, единственный английский мальчик среди семи сотен валийцев. И приятно, и полезно, да. Так что меня зовут Лемя с 10 лет. Конечно, усы у меня были не всегда. Усы у меня выросли только в 11. Но я умел развлекаться. Можно было стащить гелегнита и подрихтовать береговую линию Англси. Одна строительная компания ремонтировала все канализационные трубы в городе. Они могли работать только летом, потом становилось слишком холодно. Так что в сентябре-октябре они сворачивались, а вещи оставляли в бытовках. И где-то в конце октября, начале ноября мы с друзьями в них пробирались. Черт возьми, для мальчика лет 10-11 это как клад найти. Там были кепки и комбинезоны, гелегнит, детонаторы и фитили. В общем, куча замечательных вещей. Мы цепляли детонатор к фитилю и совали его в гелегнит. Потом вырывали ямку в песке на берегу, совали туда наши изделия, оставляли фитиль снаружи и присыпали песком. Когда все было готово, мы клали сверху камень побольше, поджигали фитиль и уебывали со всех ног. Бабах. И камень взлетал в воздух метров на 15. Это было круто. Потом я видел, как там под дождем стоит толпа людей, они глядели на произведенный ущерб и перешептывались. Как думаешь, что случилось? Не знаю, может, марсиане. Что думал местный полицейский, загадка. Он слышал весь этот страшный грохот, выходил на берег, а там полутеса съехало в море. Когда мы закончили, береговая линия на три километра была не та, что прежде. Но это же все невинные забавы, да. Какой только херней не занимаются школьники, и в конце концов, почему бы и нет. Им же так и полагается, злить старших, не давать им расслабиться. А иначе какой в них толк? Конечно, это все были пустяки по сравнению с моим растущим интересом к противоположному полу. Надо понимать, что тогда, в 50-е, никакого плейбоя и пентхауса не было. Все самое интересное было в журналах, где печатали фотографии, скажем, нудистов, играющих в теннис, здоровье и эффективность и тому подобная херня. Вот каким ужасным был мир в то время. А 50-е еще называют веком невинности. К черту невинность, сами попробуйте так жить. Мое сексуальное воспитание началось рано. К матери приходили, наверное, три дяди, пока не решилось, что один из них будет папа. Я ничего не имел против, я понимал, что ей одиноко, и что она работает целый день, чтобы прокормить нас с бабушкой. В общем, я не возражал, если меня отправляли спать пораньше. К тому же я рос в деревне, и всегда можно было увидеть, как люди занимаются этим в полях. И, конечно, мне частенько встречались машины с запотевшими окнами. Пока парочка перебиралась спереди на заднее сидение, можно было разглядеть голую ногу или грудь. Тогда было модно надевать две нижние юбки, они кружились вихрем, когда девчонки танцевали джайв, и я часто ходил танцевать. Я бросил танцы, когда в моду вошел твист, потому что он оскорбил меня до глубины души. До девушек больше нельзя было дотронуться. Зачем это тебе, если ты только что открыл подростковую похоть? Близость и интимность, чтобы можно было потрогать, контакт, узнавание, обмен прикосновениями, и чтобы меня тоже щупали в ответ, вот что мне было нужно. Но только в 14 лет, работая в школе верховой езды, я по-настоящему осознал, что хочу и вожделею женщин всех форм и размеров, любого возраста, цвета кожи и религиозных убеждений, и политических предпочтений. Каждое лето в наш курортный городок съезжался весь Ливерпуль и весь Манчестер. Студенты приезжали на каникулы и брали лошадей в нашей школе. И девочки-гайды тоже приезжали с копом каждый год, вся шайка, с палатками и прочим снаряжением. За ними приглядывали аж две вожатых, ха! Кого они хотели обмануть? Мы собирались во что бы то ни стало добраться до этих девочек, даже если бы для этого потребовалось влезть в водолазные костюмы. И девочки явно были настроены так же. Они очень хотели учиться, и мы очень хотели учиться, и вместе мы научились. Уж поверьте, мы выучили все до последней ноты. Я устроился на работу в школу верховой езды, потому что любил лошадей. Я и сейчас их люблю. Мы хорошо проводили там время, потому что лошади возбуждают женщин. В лошади есть сексуальная сила. Женщины особенно любят ездить верхом без седла, и дело не в том, о чем вы подумали. Мне кажется, это чтобы непосредственно ощущать тело животного. Седло делает это невозможным, особенно английское седло. А еще дело в том, что лошади очень сильные. Лошадь на самом деле может сделать с тобой все, что захочет, но она этого не сделает, потому что это, за редкими исключениями, спокойные животные. Они тебе подаются. Я думаю, женщинам именно это и нравится в лошадях. Это очень сильные существа, которые подчиняются тебе и не дают сдачи, даже не пытаются отстоять свои права. Правда, посуду они не помоют, но это небольшая плата. Я был влюблен в Энн. Она была на пять лет старше. В таком возрасте это огромная, непреодолимая разница. Но я до сих пор помню, как она выглядела. Очень высокая одни ноги, нос как будто сломанный, но она была очень привлекательна. Правда, она встречалась с очень некрасивым парнем. Я не мог этого понять. Однажды я случайно увидел, как они трахаются на конюшне, и вышел на цыпочках, бормоча под нос. Господи! Но самая смешная история про этих девочек-гайдов, произошла с моим приятелем по имени Томми Ли. У Томми была одна рука, он был электриком и однажды дотронулся до какого-то провода, до которого дотрагиваться не следовало, и электричество буквально спалило ему руку до бицепса. Пришлось отрезать ему и то, что оставалось, и зашить плечо. С тех пор он стал не такой, как раньше. Часто прислушивался к чему-то, чего никто кроме него не слышал. В общем, у него была фальшивая рука, на которую была натянута черная перчатка. Он цеплял ее за пояс и лисовал в карман. И вот однажды ночью мы с ним вдвоем пробрались к девочкам-гайдам. Проползли под изгородью, продрались сквозь заросли дрока, но в 14 лет тебе наплевать, да. Чего только не сделаешь ради девчонки. Мы забрались туда, и я со своей цыпочкой пошел в одну палатку, а Томми со своей в другую. Стало тихо, только пружины скрипели. Потом я немножко задремал, обычное дело, мне было так хорошо и приятно, почему я до сих пор так и делаю. А потом меня разбудил шум. Хрязь-ой! 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 Я осторожно выглянул из палатки и увидел Томми, он бегал как сумасшедший, совершенно голый, с одеждой под мышкой. А за ним по пятам гналась разъяренная вожатая и била его по голове, его же собственной рукой. Я так смеялся, что и меня поймали. Я не мог шевельнуться, не мог убежать, я был совершенно беспомощен. Ничего смешнее я в жизни не видел. Я открыл для себя секс раньше, чем рок-н-ролл. Надо понимать, что первые 10 лет моей жизни рок-н-ролл еще не существовал. Был Фрэнк Синатра, Розмари Клуни и Хао Мач из Зе Доги Ин Зе Виндоу. Эта песня была на вершине чартов чуть ли не несколько месяцев. Рождение рок-н-ролла я наблюдал собственными глазами. Первым я услышал Билла Хейли, думаю, это была песня Резл Дезл. Затем были рок-эраунд Зе Клок и Си Ю Лейтер Алли Гейта. Его группа Зе Камотс была вообще-то так себе, но никого другого не было. К тому же в Уэльсе с музыкой было сложно, можно было поймать радио Люксембург, но ловилось плохо. Звук то появлялся, то пропадал, и приходилось все время крутить ручку, чтобы принимать сигнал. И было невозможно узнать, что именно играет. Они объявляли песню в самом начале и больше уже не повторяли, и если пропустишь первые пять-восемь тактов, то все. Я несколько месяцев не мог идентифицировать песню What do you want to make those eyes at me for? Эмил Форд and The Checkmates. Этот парень, Эмиль Форд, потом куда-то подевался. У них было пять хитов в Англии. Он был на гребне успеха, а потом случился скандал. Его поймали на том, что он брал деньги за автограф, и это его потопило. The Checkmates некоторое время пытались играть без него, но у них ничего не вышло. Если же ты хотел купить пластинку, надо было ее заказать и ждать целый месяц. Моей первой пластинкой, на 78 оборотов, была запись Томми Стилла, британского Элвиса, а потом я купил Пегги, Су Бадди Холли. Моя первая долгоиграющая пластинка, The Body Hall Story, я купил ее вскоре после того, как он погиб. Я даже был на его концерте, в танцевальном зале Нью Брайтон Тауэр. Вот какой я старый, я видел живого Бадди Холли. Зато никто не усомнится в том, что я настоящий рок-нрольщик. Я далеко не сразу обзавелся пластинкой Элвиса Пресли. Первый я купил Дон Ти Би Крул. У него был классный стиль, и выглядел он классно, он был уникальным артистом, но с моей точки зрения он уступал Бадди Холли и Литл Ричарду. Его проблемы